На библейский портал Эзегет поступил вопрос – «Так ли ужасна смерть?» Вопрошающий считает, что смерть есть, и вот его интересует вопрос – «Так ли ужасна смерть?» На вопрос можно отвечать по-разному. Знаете, вот если ты не испытал состояние смерти, да, то вот как на него ответить? Ну, ужасна она или не ужасна? Если ты не побывал в раю или не побывал в аду, вот как ответить на этот вопрос? Словами Священного Писания? Да, конечно, можно. Да, есть слова такие в Священном Писании. Ну, например, «Во власти Господа Вседержителя врата смерти». Что эти слова означают? Что Господь и только Он решает, когда кому умереть. Он – распорядитель, кому жить, кому умереть, сколько жить, кому когда умереть. А когда Господь принимает решение о том, что человеку достаточно быть на данной земле, в этой жизни. А Он принимает такое решение именно тогда, когда человек исполнил свою собственную миссию на этой грешной земле. Это в лучшем случае. И к такому человеку подходят другие слова Господа. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. То есть, значит, мы будем в раю с Господом Богом. А тогда ли страшна ли смерть? Да, конечно, нет. Потому что Бог есть любовь. Рай – это состояние счастья, радости. Если мы со Христом пребываем в Нем и Он в нас, то кроме как радости в нашей посмертной жизни ничего быть не может. Никаких горести, печали и тогда смерть ведь не страшна, она даже желанна. Об этом говорит апостол Павел, что лучше бы мне разрешиться и, как говорится, убыть на тот свет, чем жить здесь на грешной земле. Но вот Господь не разрешает. И Он говорит о том, что Он там испытал, что и ухо не слыхал, и глаз не видел, и на сердце не приходило того, что уготовал Бог любящим Его. То есть, это великолепнейшее состояние, состояние непередаваемого счастья. Об этом говорит Священное Писание. И это уготовано тем, кто умрет со Христом, то есть в дружбе с Богом. И тогда смерть совершенно не страшна. Можем ли мы быть уверены, что мы в час своей смерти будем со Христом? Да нет. Нам будущее свое неизвестно, мы не знаем, мало ли, что будет. Мы знаем примеры святых отцов, которые падали, достигнув святости. Да, мы не знаем их участи, где они оказались. Но можно предположить, что и в аду, на каком-нибудь из кругов этого ада. Поэтому трепетно относиться к смерти надо. Даже если тебя называют, не ты сам, а тебя считают в лоне церкви, ну, человеком духовным, там, жизни, как говорится, со Христом духовным. И святые отцы таки говорили у меня на смертном лодоре, что не знаю, где мне пребывать придется. Я еще не начал даже покаяние. Но бояться, страшиться смерти как таковой не надо. Смерти потому что нет. По разлучению души с телом будет вечная жизнь. А вот где я буду пребывать, в каком состоянии, в радости или в несчастье, это зависит от того, с кем я отошел. Если со Христом в дружбе, то в рай, счастье. А если с дьяволом в дружбе, не покаявшись, ну, а где же мне еще быть, кроме как в аду? С кем подружился на земле, с тем и там будешь. Но я могу сказать еще про личный свой опыт. Я был на том свете. После моего ранения во время хирургической операции трижды у меня останавливалось сердце, трижды было состояние клинической смерти, о чем я узнал спустя три года после этого. Но в моей памяти сохранился опыт моей посмертной жизни. И я точно знаю, что я там жил. И я там видел свет. И я там видел свет в конце тоннеля. И я там ощутил впервые в жизни такое состояние радости в этом свете, пребывая, что такого испытать просто в земной жизни невозможно. Я недолго находился в этом, как говорят, в тоннеле. У меня Господь вернул на землю. Как говорят, пихнул в тело обратно. Но в раю я, конечно, не был. Мытарство там не проходил. Но в аду я побывал. Но это было уже потом. Не в том случае. Поэтому, друзья мои, могу сказать только одно. Смерть не страшна. Но страшно умереть вне Бога. Предателем, трусом, дьяволоподобным человеком. Вот тогда это ужас. Дружите с Богом и не бойтесь смерти. Вот и смерть для вас будет радостью освобождения от всех земных скорбей, после которых будет только радость, счастье и любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...